Амбициозная молодежь предложила 14 проектных идей в трех категориях – визуальный облик, экология и инфраструктура столицы. Среди них и Абай Памиров. Он признается, что интерес к созданию чего-то необычного у него с детства. А сейчас он, будучи студентом, презентует свой инновационный проект. Данный проект представляет собой установку солнечных панелей на крыше остановок, что позволит использовать солнечную энергию для освещения остановок, так как мы знаем, что не все остановки в нашем городе освещены. Это является экологическим проектом, не надо подносить никакой провода. Все будет использована энергия солнца, будут установлены аккумуляторы, контроллеры. Также энергии будет достаточно, чтобы люди, горожане могли пользоваться этой энергией и заряжать свои телефоны, гаджеты. Студент добавил, что это не только экологически чистый источник энергии, но и то, к чему пришел уже весь цивилизованный мир. Не менее амбициозные идеи по развитию города представили и другие участники конкурса. Они создали современные утилизаторы мусора, предлагают построить инклюзивные площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья, внедрить так называемого электронного тургида и еще множество других проектов. Их видение позволяет нам увидеть точнее, в какую сторону город должен развиваться. Такой способ общения с молодыми людьми позволяет нам учитывать их мнение и попытаться двигаться вместе. Специальным гостем конкурса выступил известный петербургский урбанист Святослав Мурунов. Он рассказал о новых принципах развития городского пространства и о том, как устроен Бишкек. Ни один из городов не ценит свою уникальность и теряет свои отличительные черты. Теряет и общественные пространства, развивает точечную застройку, теряет памятники архитектуры, воспроизводит торговые центры, зарастает визуальным мусором рекламы. Поэтому, мне кажется, особенности Бишкека в том, что то, что есть у вас уникально, вы не совсем цените. С другой стороны, мне показалось, что город очень зеленый, несмотря ни на что, что город сохранил свое архитектурное разнообразие и место, в котором мы находимся. И в городе появляются очень интересные современные здания. И возвращаясь к конкурсу, у каждого из трех победителей в категориях «Визуальный облик», «Экология» и «Инфраструктура столицы» появилась возможность воплотить свои амбициозные проекты в реальность. Я сегодня за новый город, за новый Бишкек, за Нью-Бишкек, а вы?